Здравствуйте! В эфире информационно-правовая программа 112 и я, Юлия Задорина, расскажу вам о событиях, произошедших на прошлой неделе. В период времени с 10 по 16 февраля на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 183 сообщения о происшествиях, из них 11 преступлений. За неделю произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, 2 из них с причинением вреда здоровью. 16 февраля в приемный покой окружной больницы доставлен гражданин 58-го года рождения. Травмы получены на месторождении имени Трепса в результате столкновения двух автомобилей марки КАМАЗ. По данным фактам возбуждены дела об административном правонарушении, в настоящее время проводятся проверки. В сфере безопасности дорожного движения выявлено 185 административных правонарушений, выявлено 7 граждан, управляющие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В рамках осуществления комплекса мер по пресечению незаконного оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции выявлено 2 правонарушения. Сотрудниками уголовного розыска раскрыта кража прошлых лет. В 2016 году в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный проник в строящийся гараж и похитил инструменты. По факту кражу следственным отделом УМВД было возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». В феврале текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска удалось установить лицо, причастное к совершению кражи. Им оказался ранее судимый мужчина 78-го года рождения, житель города Наринмара. Установлено, что электроинструменты злоумышленник похитил в августе 2016 года, проникнув в гаражное помещение одного из строящихся домов, расположенных по улице Малый Качгард в городе Наринмаре. Расследование уголовного дела продолжается. УМВД вновь предостерегает граждан от мошенников. 10 февраля в дежурную часть обратился мужчина с заявлением о мошенничестве. Со слов гражданина ему поступило сообщение в социальной сети ВКонтакте от знакомой девушки с просьбой одоложить 14 тысяч рублей. Заявитель, поверив подруге, смог перевести лишь 9 тысяч рублей. Но после перевода и созвонившись с ней, мужчина понял, что страницу его знакомой взломали. 11 февраля жительница города Наринмара перевела мошенникам 80 тысяч рублей. Как поясняет женщина, ей позвонил неизвестный, представился сотрудником безопасности банка и сообщил, что банк выявил подозрительную операцию с переводом ее денежных средств и для сохранности денег необходимо выполнить ряд манипуляций. В ходе разговора заявительница передала информацию о своих данных и выполнила действия в приложении «Мобильный банк», в результате которых перевела мошенникам 80 тысяч 300 рублей. Сотрудники госавтоинспекции в рамках акции «Светись в темноте» и на «Отлично светив за полярной ночи» провели для учащихся общеобразовательных школ города Наринмара профилактическую беседу, в ходе которой подробно рассказали школьникам о пользе использования светоотражающих элементов на одежде, особенно в темное время суток. Полицейские продемонстрировали, где должен располагаться светоотражатель. Особенно инспекторы ГИБДД отметили, что при пересечении неосвещенных участков дорог лучше всего иметь светоотражатели с правой и левой стороны. Совместно с работниками Центра развития образования Ненинского округа школьникам вручили памятки по данной тематике и фликеры. По итогам региональных соревнований «Лыжня России» сотрудники УМВД среди мужчин в возрасте от 18 до 39 лет на дистанции 5 километров первое место занял инспектор отдела по работе с личным составом УМВД капитан внутренней службы Сергей Захаров. Второе место – Егор Евтысый, а на дистанции в 10 километров третье место у Михаила Ефимова. Все ребята представляют команду Ненинской региональной общественной организации «Динамо». В преддверии Дня защитника Отечества в городе Наринмаре состоялся турнир по мини-футболу среди коллективов физической культуры Ненинской региональной общественной организации «Общество «Динамо». По итогам турнира первое место заняла команда Росгвардии. Второе место – УМВД России по Ненинскому автономному округу. Третье место – Войсковая часть. Лучшим защитником турнира стал оперу полномочия отдела по борьбе с экономическими преступлениями Илья Дружкин. Председатель Ненинской региональной общественной организации «Динамо» Надежда Зубеня поздравила игроков и поблагодарила за оказанное содействие проведения спортивных мероприятий руководства Дворца спорта «Норд» и представителя общественной организации «Федерация футбола НАО». МВД России в преддверии Дня защитника Отечества проводит всероссийский онлайн-флешмоб «Служили и служим». Российские правоохранители поделятся своими воспоминаниями о службе в рядах вооружённых сил. Участие в акции для сотрудников полиции – повод достать архивные фотографии и вспомнить, как начинался их путь в служение Отечеству. В официальных аккаунтах МВД России, в социальных сетях и других медиаресурсах будут публиковаться посты про сотрудников, прошедших службу в рядах вооружённых сил и несущих сегодня службу в различных подразделениях МВД России. К акции «Служили и служим» присоединяются все территориальные органы МВД России – полицейские в городах и районах страны, представители транспортной полиции и другие силовые ведомства нашей страны. На официальных ресурсах УМВД России по Ненинскому автономному округу каждый день в течение недели читатели смогут узнать о судьбах сотрудников органов внутренних дел, проходящих службу на территории региона. Это была информационно-правовая программа 112. Берегите себя и своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok